Вот знаете, ребята, за этим домом я слежу уже несколько часов, и вы, наверное, мне не поверите, но мне никто не открывает двери. Я уже и ходил вокруг этого дома, и заглядывал, и стучал в окна, и тарабанил в эти самые двери, но на выходе, ребята, я получил самый настоящий ноль. Но что самое интересное, из этого дома постоянно доносятся какие-то звуки. И, признаться честно, эти звуки какие-то странные. То ли кто-то жуёт, то ли чавкает, ребята, то ли что-то хлюпает там, то ли храпит там кто-то постоянно. В общем-то, всё очень и очень непонятно. И, само собой, я хочу в этом как-то разобраться. Ну и, естественно, ребята, возьму вас с собой за компанию, потому что вам, я уверен, очень интересно наблюдать за жизнью в деревне жителей номер 13. И да, кстати, всем привет, меня зовут Пиксель, и сегодня вас ждёт очередной интересный ролик на моём канале. Поэтому устраивайтесь поудобнее, ребята, потому что прямо сейчас мы всё-таки попробуем попасть в этот загадочный дом, который появился, наверное, сегодня ночью. Потому что, когда я ложился спать поздно вечером, этого строения здесь ещё не было. И на месте этого оранжевого домика была самая обыкновенная деревенская кузница. Однако, как вы уже догадались, ребята, я очень хочу туда попасть. Ну или, как минимум, познакомиться со своим новым соседом. Именно по этой причине сегодня целое утро я готовил этот замечательный тортик. Самостоятельно вымешивал тесто, ребята, собирал пшеницу на грядках, ходил за коровками и добывал молоко, ребята. Потом искал яйца по всему лесу для того, чтобы этот торт получился очень и очень вкусным. Возможно, мой новый сосед просто боится показываться и переживает, что с ним сделают что-то не совсем нормальное. Однако, как вы понимаете, ребята, ничего плохого я ему делать не собираюсь. Я просто хочу познакомиться и понять, кто поселился рядом со мной. Поэтому прямо сейчас я беру этот замечательный тортик в руки, выхожу из своего прекрасного домика, ребята, и снова буду пробовать, в буквальном смысле, достучаться до своего нового соседа. Не знаю, получится у меня или нет, но я буду, ребята, очень и очень сильно стараться. Надеюсь, игрок или же житель, который тут поселился, не подумает, что прямо сейчас я хочу вынести ему дверь. Дружище, открывай, пожалуйста! Это твой сосед из дома напротив! Я принёс тортик и хочу просто познакомиться! Не переживай ты, ничего с тобой никто не сделает! Ё-моё. Ну вот вы слышите? Есть какие-то вот непонятные такие шорохи, скрипы, что-то непонятное. Но мне никто не открывает двери. Дружище, я слышу, что ты дома, открой, пожалуйста! Мы просто познакомимся! Меня Пиксель зовут! Я, кстати, ролики на YouTube снимаю! Ну вот вы видите, как бы я ни старался, никто мне не открывает. Давайте, конечно, попробуем ещё раз постучать и... Нет, ребята, никто не открывает. Просто-напросто похоже меня боятся. Ладно, тортик я оставлю, ребята, прямо возле дверей этого домика. И попробую, я не знаю, может, погромче постучать. Может, у игрока или же, опять же, жителя проблемы со слухом, например. Может, нужно постучать, ребята, чем-то, так скажем, погромче. Давайте я возьму топорик и попробую, знаете, так нормально грюкнуть. Однако, прежде чем я это сделаю, ребята, давайте возьмём небольшую паузу, потому что, как вы понимаете, торопиться нам некуда, и быстренько зажгу огонёк на ваших экранах. И тем самым покажу три комментарии с последнего ролика, которые не набрали ни единого лайка. Ну и, конечно же, напоминаю вам по старой доброй традиции, что попасть завтрашнее видео очень и очень просто. Достаточно прямо сейчас опуститься под этот ролик и написать любой интересный комментарий. А пока вы это делаете, ребята, я попробую ещё раз в буквальном смысле достучаться до жителя этого дома. И подождите, пожалуйста, секундочку. А куда мой тортик пропал? Буквально минуту назад он стоял ровно на этом месте. И, похоже, пока я с вами разговаривал, этот тортик кто-то забрал. И тут, если честно, два варианта. Либо же это сделал житель этого дома, либо же кто-то из носатых, мягко говоря, прикарманил моё кондитерское изделие. Вот это, конечно, интересный сюжетный поворот. И, пожалуй, тортиком я займусь немножечко попозже, потому что прямо сейчас мы планировали с вами очень громко с помощью топора постучаться в эту деревянную дверку. Давайте, в принципе, сделаем это на счёт три. Один, два, три. Господи, какой же это грохот! Вот это гарантированно можно услышать! Открывайте двери! Вы у меня, походу, тортик забрали! Это мой гостиниц в качестве первого знакомства! Понятно, ребята. Снова тишина. Гробовая в буквальном практически смысле тишина. И нужно сейчас убедиться, что это сделали всё-таки не носатые. Господи, я надеюсь, что это всё-таки сделали не они. Носатый, вы тортик возле дома вот этого случайно не трогали? Пиксель, ну ты с ума сошёл? Скажи мне, пожалуйста, делать нам больше нечего. Ничего мы не трогали. И, кстати, у тебя получилось достучаться? В том-то и дело, житель, что не получилось. Мне никто не открывает. Я испёк тортик, принёс, хотел познакомиться. Новоселье у человека как-никак. Но дверь мне никто всё-таки не открывает. И на самом деле, ребята, меня это, если честно, начинает потихонечку пугать. Ну вот серьёзно, сами подумайте, мало ли кто в этом доме вообще мог поселиться. Может быть, всё это время в этом доме проживает какой-то либо грифер, либо хакер. И, может быть, через несколько минут всю нашу деревню разнесёт нафиг динамитом. Ё-моё, ребята, лучше об этом не думать. Лучше нам всем немножечко успокоиться. И вы, самое главное, не подумайте, ребята, что я какой-то ненормальный паникёр. Просто я вам напоминаю, что это деревня жителей номер 13. И тут каждый день происходит что-то, мягко говоря, очень интересное. Именно по этой причине я и начал прямо сейчас нервничать. Пиксель, это уже просто-напросто ни в какие ворота. Этот игрок, который поселился напротив твоего дома, совсем уже офонарел. Он все мои грядки разграбил. Ты только посмотри на это. Грифер самый настоящий. Вот то, что я вам и говорил, ребята. Вот этого я, в принципе, и боялся. Что игрок, который прямо сейчас находится в этом доме, и который из него не выходит, начнёт крушить нашу деревню. Да ничего он крушить не начал. Он своровал практически всю картошку, и практически всю морковку. И тут же забежал в дом. Ну хотя как забежал? Скорее зашёл. Житель, подожди, пожалуйста, секундочку. Я прекрасно понимаю, что прямо сейчас ты очень и очень злой. Но постарайся, пожалуйста, немного успокоиться. Потому что ты единственный, кто в нашей деревне видел этого игрока вживую. Поэтому постарайся максимально успокоиться, и постарайся его, пожалуйста, описать. Во что он был одет? Какие цвета у его скина? Может быть, у него было оружие? Инструменты какие-то? Или что-то в этом духе? Да не было у него никаких инструментов. Оружие так тем более. Он похож на какой-то, я не знаю, круг. Он такой, знаешь, пухленький. Щёчки у него большие. Низкого роста. Прибежал, всё смёл и укатился. Так, ну это уже хоть какая-то информация. И как мы поняли из рассказа этого носатого, это точно... Фух, не грифер. А значит, можно... Фух, немного успокоиться. Какой успокоится, Пиксель? Мне нужна моя картошка и нужна моя морковка. Прямо сейчас нужно собирать жителей и проникать в дом этого игрока. Или дальше он будет разворовывать все грядки. Мы без еды останемся. Жители, подождите секундочку. Я ещё раз попробую к нему постучаться. Не нужно, пожалуйста, заниматься самодеятельностью. Либо мы просто-напросто спугнём этого игрока и не сможем добыть у него никакую информацию. Прямо сейчас, ребята, я попробую ещё несколько раз постучать и попробую ещё раз позвать этого игрока. Извини, пожалуйста, дружище, ты там у нас беспросто взял морковку и картошку. Ты не мог бы вернуть? Ну и познакомимся заодно. Дружище! Опять тишина, ребята. Снова тишина. Ну, я не понимаю, почему так сложно как минимум спросить разрешение. Ну или как минимум выйти из своего дурацкого оранжевого, так скажем, бункера и хотя бы познакомиться. Честное слово, блин. Это просто-напросто какое-то неуважение к остальным жителям этой деревни. И я, конечно, очень хочу разобраться во всей этой непонятной ситуации, однако я не хочу, ребята, действовать по плану этого жителя, с которым мы разговаривали несколько минут назад. И, кстати, не очень понятно, куда он пропал. Если вдруг кто не понял, о каком плане идёт речь, то носатый, который работает на грядках, предлагает просто-напросто подкопаться под этот дом и таким образом туда проникнуть. Однако, как мне кажется, ребята, это очень... Закрой свой рот, ворюга! Попался? Не стыдно тебе? Ребят, вы чего? Вы что на меня накинулись? Я просто морковочкой чуть-чуть взял, отпустите меня, пожалуйста! Закрой свой рот, ворюга! Будешь с полицией разговаривать! Ты посмотри! Дом себе тут построил, двери установил, закрылся, ещё и воруют у нас! Подождите секундочку, ребята! Эти голоса доносятся прямо из вот этого домика, и походу носатые всё-таки туда прокопались! Ё-моё, вы ненормальные жители! Я же говорил, не нужно этого делать! Да как не нужно, Пиксель? Ты посмотри на это наглое лицо! Господи, хомячит и даже не стыдится! О, Пиксель, привет, извини, пожалуйста! Я просто очень хотел кушать! И тортик, кстати, был очень отменный! Извините, ребята! Господи, ребята, это же толстяк, который приезжал огромное количество раз в нашу деревню! Привет, дружище! Ты чего не сказал, что приедешь? Я просто не хотел, чтобы вы меня видели в таком состоянии! Я ещё немного поправился, но я приехал в вашу деревню, чтобы взяться за голову! Я на диету съел! Вот морковочкой вашей перебиваю с картошечкой! Так подожди секундочку! Это всё-таки твой дом! Ты тут поселился! И тортик, получается, ты тоже забрал! Только не совсем ясно, если ты на диете, зачем ты забрал мой тортик? Сорвался, Пиксель, с кем не бывает! Сам понимаешь, диета — это стресс для организма! Но тортик был очень вкусный! А я дверь не хотел открывать, чтобы не скушать ничего! Ты бы сто процентов пригласил меня на новоселье! Мы бы с тобой кушали бургеры, пиццу, а мне нельзя, понимаешь? Мне нужно похудеть! Ё-моё, так ты поэтому начал воровать с наших грядок! Потому что морковка и картошка типа полезны, или что? Ёшкин кот! Да сказал бы сразу, тебе бы бесплатно дали! Правда, жители? Конечно, дали! А прямо сейчас мы вызовем полицию! Вор должен сидеть в тюрьме! Жители, пожалуйста, успокойтесь! Я лично выручу вам эту дурацкую морковку и картошку! И видите, у человека проблемы! Он с личным весом борется! А вы на него накинулись! И шеи наверняка напугали! Ё-моё, ну ты действительно, дружище, поправился! У тебя уже две кровати, а не одна! Тебе действительно пора следить за своим здоровьем! И очень хорошо, что ты начал это делать! Спасибо большое, Пиксел, за поддержку! А ты бы... Ты бы не мог достать мне где-то, я не знаю, водички какой-нибудь? Просто картошка суховата! Нормальная у нас картошка! Ты посмотри! Господи, какой бесстыжий! Жители, ну пожалуйста, успокойтесь, это мой давний друг, мы с ним очень давно знакомы! Я возмещу вам все, так скажем, потери! И давайте постараемся ему действительно помочь! Хватит на него нагнетать! Я прекрасно понимаю, что он виноват, но не стоит пугать человека! В общем-то, толстячок, стой пожалуйста тут, не пугайся! Я уверен, жители тебя не тронут! Они у нас, ребята, очень отходчивые! А я быстренько схожу домой, возьму тебе каких-нибудь полезных яблочек и, конечно же, принесу водички! Фух, ребята! Можно теперь окончательно выдохнуть, потому что занавеса тайны максимально сильно приоткрылась! Как оказалось, все это время в этом оранжевом доме, ребята, жил самый настоящий толстячок! И, как вы уже поняли, он переехал в нашу деревню для того, чтобы немножечко последить за своим здоровьем и немножечко похудеть! И, как мне кажется, ребята, мы точно должны ему в этом помочь! Именно поэтому я даже не собираюсь на него злиться! Потому что он действительно что-то поправился и пора поправить его здоровье! Естественно, жители никакую полицию вызывать не будут, ребята! Прямо сейчас я выключу камеру и постараюсь очень быстро и очень мирно урегулировать весь этот конфликт! А также, конечно же, принесу толстячку вот эти замечательные полезные яблоки! А после чего наберу ему свежие водички, ребята, для того, чтобы он все это замечательно запил! Ролики я на этом буду заканчивать, ребята! Не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик! А также обязательно заходите завтра для просмотра нового интересного видосика! Всем огромное спасибо за просмотр! Всем до завтра, ребята! И пока-пока!